Первые в истории России зимние игры стали первыми во всем. Высокую оценку организации Олимпиады и Паралимпиады дали не только руководители международных олимпийского и паралимпийского комитетов. По достоинству главные спортивные состязания оценили и участники международного события – спортсмены, болельщики и журналисты. Причем со стороны последних позитивный настрой стал особо приятным. В Сочи пришлось пережить многое – грандиозную стройку, сомнения в успешной реализации проекта и массу недовольств. Но в итоге создание новой инфраструктуры курорта переросло в рекордные показатели. Игры в Сочи стали самыми популярными, отмечают их организаторы. На играх в Сочи пустых мест не было. Было продано более 1,1 миллиона билетов на Олимпийские игры и около 324 тысяч билетов на Паралимпийские игры. Не было зафиксировано, кстати, ни одного случая поддельных билетов. То есть, опять же, технологии были выбраны правильно. Мы продали билетов больше, чем в Ванкувере. И причем это с учетом того, что Ванкувер – трехмиллионный город, имел объекты, которые по вместимости больше, чем в Сочи. За время проведения игр Олимпийский парк посетило почти 2 миллиона человек. А главные воздушные ворота курорта в пиковые дни смогли обеспечить 575 взлетно-посадочных операций в сутки. Такие нагрузки сопоставимы с крупнейшими аэропортами мира. С огромным потоком передачи данных справлялась и глобальная сеть. Количество запросов о Сочинской Олимпиаде превысило в два раза население Земли. Игры стали самыми рейтинговыми в истории Олимпийского и Паралимпийского движения. Трансляция Олимпийских игр осуществлялась на 159 стран. Для сравнения, в Ванкувере это 120 стран было. Паралимпийских игр на 76 стран мы транслировали игры. Всего Олимпийские игры транслировали 464 канала. Это почти в два раза больше, чем это было в Ванкувере. 93% россиян горды тем, как страна организовала и провела зимние игры в Сочи. Согласитесь, такого единодушия редко на каких событиях можно было достичь. Большое количество инвестиций было привлечено от российских и зарубежных партнеров. Уже сейчас прибыль Оргкомитета составляет порядка 5 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на развитие массового спорта в стране. Да и вообще, говоря о наследии, проведение Белой Олимпиады позволило стране войти в тройку самых влиятельных спортивных держав и получить статус лидера мирового спорта. Кроме того, благодаря играм удалось сломать стереотипы по отношению к людям с инвалидностью. Сочи стал городом-моделью с точки зрения создания доступной среды. А паралимпийцы своим триумфом еще раз доказали, что в жизни возможно все. Наверное, самое главное, то, что останется наследием после игр, это то, что мы смогли изменить отношение людей, людей из России, людей к людям с инвалидностью. То, что это такие же полноправные члены общества, то, что они ничем не отличаются от людей здоровых. И сейчас они, надеюсь, будут пользоваться таким же почетным уважением, как все остальные люди. Еще одним элементом наследия стала волонтерская программа. И здесь удалось сделать невозможное. С нуля Россия поднялась на восьмое место в мире по масштабам добровольческого движения. На играх работали около 60 тысяч волонтеров. И лишь один процент не смог выстоять до конца. В общем, всех этих показателей не было за всю историю проведения олимпийских и паралимпийских игр. А это значит, что наши игры стали не просто жаркими и зимними, а еще и рекордными и неповторимыми.